Приветствую, друзья. Сейчас буду вести очередную консультацию. На вас смотреть я не буду, надо про вас забыть. Хорошо, что мой клиент разрешил это сделать, записывать. Приветствую. Привет. Видно меня? Нет. Приветствую. Отлично. Sorry, что так долго. Мне позвонили с университета этого второго, который российский. Очередная какая-то шарашкина контора. В общем, я их послала нахрен. Они мне даже в ответ ничего не сказали. Они мне начали... Ну, просто я договаривалась на консультацию. Пару дней или три мы переносили, представляешь? Ну, я думала, что она, как и все остальные менеджеры, представители университета, созвонится со мной, да, и поговорит, ответит на мои вопросы, поможет подобрать программу. А то они на сайте расписывают ваш менеджер, наш менеджер созвонится, все расскажет, покажет. Мы самая лучшая обучающая вообще, школа, институт, университет, онлайн. Вот просто давайте к нам. Все остальные с кем я созвонилась, они просто заставляли меня там видео включать или по аудио хотя бы, говорит, давайте. Куча вопросов не задают, подбирают, предлагают. А здесь просто отписка вот такими портянками текстовыми. Я задаю вопрос, а они мне вообще левых каких-то, 10 других и какие-то отписки. Вы знаете что-то о дипломе MBA? Я говорю, нет. И сразу такой текст. Читаете, тут же задают вопрос. Я говорю, давайте созвонимся. Там, скорее всего, робот стоит. Я говорю, давайте созвонимся. Проигнорировали мой вопрос, раз, два, три. Потом на третий раз ответили, ну, если вам удобно, типа, голосовыми, то записывайте голосовые, мы будем вас слушать, окей. Ну, скорее всего, да, стоит робот. Ну, я и сказала, что... И вопрос был такой, что первое стоит при выборе университета. Я сказала, первое, это нормальное живое человеческое общение, а не вот эта вот херня, что вы мне тут шаблонными фразами копипастом занимаетесь. Тексты эти. Говорю, нафиг оно мне надо. Говорю, идите. Все, я их послала. Логично. Какие у тебя? Инсайд. Да, давай, рассказывай, что у тебя по прошлому уроку ты усвоил, потому что это важно. Каждый урок я тебе начинаю задавать его, и понимаешь, что ни хрена надо заново. Ну, я слушал то, что ты выложила на вторую часть, и во вторую, там на 28-й минуте, в принципе, весь ответ. Что я транслирую то, что я чувствую, если я чувствую, ну, во-первых, чувствовать надо все, принимать надо все. Все то, что на данный момент существует вокруг меня, это все создал я сам. Надо принимать все то, что есть. То есть, как ты показывал правую-левую сторону монеты или правую-левую сторону крышки. И я транслирую то, что у меня находится внутри. Как ты сказала, что если я хочу, чтобы внешнее исполнилось, то надо, как сказать, почувствовать эту эйфорию. Сначала почувствовать эту эйфорию, эти чувства внутри себя. И, ну, не важно, ты это по-разному называешь, это, но слово прожить, там, пускай будет слово прожить, ладно. И, ну, прожить, не то, что прожить, а быть в этом. Ну, тут по-разному, опять-таки, перевод, но суть одна и та же будет. То есть, эти чувства, находиться в них здесь и сейчас, и тогда внешне они будут в ней отражаться тоже. То же самое вот, чувство любви, радости, удовольствия, гармонии, все вот получится получить. Все, что состоит за этими чувствами, за этими внешними желаниями взаимодействиями. Как-то так. Я разочарована на одной фразе, самой ключевой, вокруг которой построился у тебя диалог. Он опять совершенно не тот, который я жду от тебя. Какой опять? Что опять не то? Ты каждый раз с одного и тоже начинаешь. Я каждый раз тебе говорю, вот именно это и есть, является ключевым тем, что у тебя проблемы. И ты, все, я понял, и опять не сегодня то же самое скажу, что и в прошлый раз. Не только что. Сейчас, я сейчас найду, где это открыто. Твоя фраза сейчас была какая? Вот самая вот ключевая, на которой я сказала, тебе вот так вот, блин, все, капец, я в шоке. Вот оно, 28-я минута, 28-27. Ты говоришь опять, то, что я хочу получить внешнее, мне надо проживать чувства внутри. Блядь, какое внешнее? Ты должен начинать с фразы, я больше не хочу ничего внешнего, моя цель сейчас другая, а у тебя цель опять внешняя. И только потом, и ради этого внешнего, ты собираешься проживать что-то и изучать внутри. Какого хрена? Ну что, нет, ты вот четко вот прям сказал, у меня запись есть, я прям могу найти тебе твои слова, озвучить. Нет, ну вот я сейчас просто включу, ну как бы нашел, просто стоит на этом моменте, где ты мне объясняешь. И я как бы, то есть, вопрос самый главный, это сфокусироваться на своих чувствах, которые внутри. Зачем? Чтобы их проживать. Зачем? Ну, потому что это основное. Основное чего, для чего? Чтобы желание внешне исполнить? Это ты... Ну, а... Для того, чтобы жить? Тебя просто жить не устраивает, надо жить хорошо. Ну, меня не устраивает, естественно. Ты же просто живешь, но тебя же это не устраивает, что ты живешь. Ты живешь вот сейчас, вот живешь. И причем не просто ты живешь, а по-всякому. А не только просто. Ты и просто, и не просто. Вот так вот живешь. Ну, ты же живешь, но тебя вот вообще никак не устраивает. Ты хочешь поменять внешнее, чтобы устраивало? Сейчас, скорее всего, да, это действительно робот, потому что на мою аудио мне сейчас сообщение пришло на телефон, что формат... Я говорю, наверное, и формат обучения у вас такой же паршивый, вот, как и первый диалог с искателем. Они мне пишут формат нашего обучения и текст какой-то прислали там на... Ну, это робот. Да, это робот. Нормально. Он по моим ключевым запросам там находит, да? Ну, например, она спросила, у вас есть там... Ну, что-то она там спросила, я пишу, да. А она мне сердечко поставила. Представила сначала менеджером. Все равно робот сердечки ставит, смайлики, так что ли, отвечает. Ну, вот сегодня я только разговаривал, мы подбираем там от них одну компанию, которая будет подрядчиком, и мы смотрим, вот у них есть уже программа, которая отслеживает все заходы на сайты, она сразу определяет все исходные данные по человеку и полностью предоставляет, ну, то есть искусственный интеллект полностью предоставляет уже все твои данные на базе того, что ты... Да, это еще 10 лет назад по УТМ меткам можно было в Яндексе найти по статистике любого сайта и Гугла, кто это человек, что, его возраст, профессию, на каких сайтах он лазит, так как я эксперт в этой рекламе и сайтов, я как раз-таки этим и занималась, прогнозами. Кто заходит и что, и потом я рассказывала клиентам, бизнесменам, что им делать на сайте с продуктом, с логистикой, с текстами и вообще с продуктом, с услугами, на основании того, что за аудитория, где она ходит, причем самое интересное, куда глаза смотрят, что читают на сайте. Это еще было 10 лет назад, известно, здрасте. Ну, вот они... Что там, каталаржи хотят продать? Горит, вот список всех этих людей с телефонами, и ты можешь спокойно их обзвать. Ну, там получается, что... Я просто не маркетолог, я не могу это таким вот языком... Ну, ладно, я тебя поняла. Вопрос, зачем тебе проживать эти чувства? Нафига? Ну, что за цель теперь у тебя? Слушай, ну, у меня цель одна. Бабки. Да. Пройти дальше и как бы, ну, как сказать... Значит, коучинг у нас с тобой закончен. Бабки я тебе дать не могу, к сожалению. Это только я их могу от тебя получить. Бабки ты мне не дашь, ты мне ответы можешь дать. Ну, ты уже их дала. Ну, то есть, по факту я уже получил ответы, которые мне надо было получить. То есть, я получил ответы, которые... Нет. Ты не получил ответы. Ну, ты как бы получил ответы. Но ты не понял этих ответов. Потому что тебя до сих пор интересуют бабки. А ответ как раз-таки единственное, что когда они тебе перестанут интересовать, они у тебя будут. Но пока ты опять смотришь на внешнее и хочешь чувства проживать только ради того, чтобы изменить реальность вовне, если у тебя сейчас такой взгляд на мир, то ты так и будешь сидеть в своих проблемах бесконечно. Получать в яму, получать в яму. И вот так вот вышел, выпрыгнул, из неё опять запрыгнул. Это будет бесконечный процесс. Мы вчера о чём с тобой говорили? О том, что... О том, что надо убивать фокус с внешним, она внутренне. О том, что надо жить здесь сейчас, принимать всё то, что ты проживаешь. Если я, допустим, кайфую и радостно, то мне всё вокруг будет вызывать эту радость. Если мне комфортно и уютно на душе, мне при любых обстоятельствах, условиях будет комфортно и уютно. Я буду любить и дождь, и снег, и ветер, и солнце. И погода мне здесь не испортит настроение. Грусти никакой у меня не будет. Если я грущу, я буду грустить. Я буду искать все поводы грусти, какие только можно. Мне всё будет тоску вызывать. Но когда я внутри испытываю вот эту вот радость, допустим, да, мне не надо её искать, если я и так радуюсь. Мне не надо думать, как бы поржать, если я и так ржу. Ну, например, когда ты поймёшь, что за внешними твоими желаниями лежат куча всего, что ты хочешь испытывать, и научишься, и потрачешь всю свою жизнь для того, чтобы, блин, найти все эти чувства, их испытывать, проживать. То есть ты живёшь только вот ради этого, на самом деле. У тебя других желаний нет. Ты живёшь, не почему, да, и твоя мечта – это любить и испытывать радость и счастье. Все стремятся к этому. Но так как они не знают, что такое счастье, любовь и радость, и пойдут ещё на следующую инкарнацию, пойдут ли вообще непонятно. Кто-то говорит, мы в камни превращаемся потом. Второй уровень. Если ты был на втором уровне, то есть если ты на третьем уровне находишься на телевизации, то ты в камень не можешь катиться. Это вторая стезя. Это второй уровень. Ну ладно, хорошо. Не будем сейчас в эту эзотерику. Я просто тебе к чему говорю, что все бегут за деньгами для того, чтобы почувствовать то, ради чего они живут. Ради того, что у них внутри есть. Ну все деньги хотят, чтобы на них что-то купить. Если я на них буду что-то покупать, то я буду в безопасности, я буду накормлена, одет, сыт, в тепле, в комфорте и так далее. То есть всех вот этих чувств. Но когда эти чувства внутри тебя растут постоянно, и ты их, ну как сказать, ты постоянно держишь, транслируешь, да, ты постоянно держишь на себе фокус внимания, что ты, это вот твое тело и твой ум. Вот ты очень хорошо, и как и все люди научились, мы, очень хорошо фиксировать на себе внимание, но вот надо так же естественно фокусировать внимание и на всем остальном, что мы ищем бесконечно. Причем мы ищем его не там, поэтому никто не может найти ни счастья, ни любовь, ни радость бесконечную. Все время испытывают стресс, уныние какое-то, там депрессию. Да, кто-то радуется, как дурачок, не замечая какие-то проблемы, потому что там тоже радость искусственная. Нету куча всего остального там за этой радостью, например. Ну просто когда ты испытываешь этот комфорт, у тебя желание закроется, ну схлопнуться, уберутся, я не знаю, ты перестанешь желать того, что у тебя есть. Вот, например, ты ногу сломал, или вообще тебя парализовала. Добрая ты. Я добрая, да. Какое у тебя будет желание? Ты только моргать можешь, все. Ну, теоретически, да, фильм один плюс один. Ну ты будешь хотеть, что, умереть? Или все-таки жить? Тут масса вариаций, ну, скорее всего, уйти. Смысл в чем? Ну, смысл захотеть жить, чтобы у тебя распарализовало обратно. Чтобы ты смог стать здоровым и счастливым и пойти жить. И ты будешь думать, блин, почему я не жил, пока у меня были руки, ноги там, и все, я мог ходить и чувствовать этот мир. А сейчас я ничего не чувствую, я парализована, и вообще ничего не чувствую. Да, ни рук, ни ног не пошевелиться, не могу ничего. То есть у тебя будет от недостатка желание, естественное желание. А когда у нас это есть, мы этого не желаем. Ну, это естественно, потому что у нас это есть. Мы руки крутим, ноги крутим, голову крутим, мы разговариваем, все чувствуем. Ну, то есть зачем нам хотеть то, что, ну, как бы априори и так все хорошо. Ну, да. Но когда ты будешь чувствовать душевный комфорт в своей душе, просто потому что ты живешь, и все, это будет для тебя естественно опять это слово. И ты не будешь его хотеть, этот комфорт, где-то купить. Ну, потому что за деньги ты хочешь купить все эти чувства, которые ты хочешь испытывать. И ты зарабатываешь только ради этих чувств. Все желания, все стремления, все цели только ради того, чтобы купить или заработать, или заслужить, или там отнять, или что можем еще? Чувства какие-то. Ну, кто-то крадет, кто-то зарабатывает, кто-то умом зарабатывает, кто-то где-то, руками, головой, там, за счет другого человека. за счет эксплуатации. Все используют, как могут, лишь бы там приобрести чувства какие-то. самое тяжелое, развязать это. Ну, ладно. Уложить в голове, что если ты просто сейчас почувствуешь, что ты получишь это в жизни. Это самое сложное. опять получишь это в жизни. Пока вот это я хочу получить это в жизни, все, у тебя путь закрыт к этому. почему? Фильм-секрет. Вообще, взять любую магическую хрень, ну, эзотерическую, вот любая манипуляция с инструментом для того, чтобы привлечь деньги, там, на луну, там, что-нибудь написать, наговорить, любой заговор, любой ритуал, почему он забирает энергию, грубо говоря, да, сущности ее заберут, тебе в кредит дадут. Просто кто-то это так объясняет, я тебе по-другому просто скажу, что ты, ну, все люди, да, сделали что-то, ну, то есть, почувствовали эти чувства не для того, чтобы эти чувства, чувствовать, которые вот я хочу чувствовать, блин, а я это сделал ради достижения какой-бы там внешнего фантика, чтобы этот фантик, это же чувство мне обратно дал, ну, то есть, как бы я чувствую запах кофе, чтобы мне пришли деньги, и я на эти деньги смогла наконец-то купить себе кофе. Ну, ты понимаешь, о чем я пытаюсь сказать? Да, и в этом процессе, в этом ритуале, в любом ритуале, ты просто уходишь в яму, ну, как бы, в каждое твое желание, где ты притягиваешь что-то внешнее, именно, я про ритуалы сейчас говорю, про всякие танцы с бубнами, не важно, не когда ты работу работаешь и удовольствие получаешь от работы, генерируя энергию, да, и получай какие-то там свои желания, но ты генерируешь энергию, не когда думаешь, что ты, поработав, что-то получишь, а когда тебе пофиг, что ты получишь, но ты просто наслаждаешься процессом, и вот это вот тебе, когда пофигу, что ты получишь, а тебе процесс интересен, так как то, что пофиг, это просто цель, ориентир, ну, в каком направлении наслаждаться вот этим процессом, и все. Тогда, да, ты получаешь энергию, у тебя закрываются вот эти вот материальные желания, но они закрываются не за счет того, что ты их прям сильно хотел, не, это просто ты, потому что творишь в творчестве то, что тебе интересно, и ты наслаждаешься этим путем и интересом, о чем все мои видео. Но, когда ты делаешь что-то ради вот этого получения, ты просто в кредит забираешь у тебя, и ты каждый раз будешь проходить урок, который будет бить по голове, то есть ты на 10 рублей добился, 100 потерял, на 1000 добился, миллион потерял, миллион добился, 10 миллионов потерял, вот так это всегда работает. Свежи это с законом этого, бумеранга и 10, ну, еще. Я со всех сторон вот просто объясняю на разных видео, что, да, это можно объяснить вот так, можно вот так, можно вот так, вообще целую картину, если собрать, то, по сути, вот ты живешь в кредит, как и все мы, со своими, блин, этими идиотскими желаниями. Я хочу получить вот я сейчас представлю запах кофе, ну, нет, ну, с кофем как-то, да, по-дурацки. Ну, я понял, я понимаю, о чем-то, то есть, как бы, суть понятна. А что непонятно? Да, все уже понятно. Просто вопрос в том, что это же надо сделать, а не просто поговорить. Да, я сейчас оставлюся с вами. надо отказаться от своих внешних желаний. Это самое сложное. отказаться от всех желаний, чтобы получить все желания, либо не отказываться от этих желаний, ничего не получить. Ну, блядь, это выбор очевиден. Ты, когда отказываешься от этих желаний, это не значит, что ты ручки свесишь, скажешь, я больше ничего не хочу, ничего больше делать не буду. Нет, это вообще полный дребеденек. Кто сейчас посмотрит это и так подумает, ну, как бы, у вас скудаумие просто вообще, мама дорогая. Я говорю о том, что ты дальше будешь продолжать свой бизнес, продолжать делать эти сделки, совершать эти все транзакции, крутить эти твои, там, сколько у тебя, там, последняя сделка денег, миллиард. Ты будешь продолжать то же самое делать, ты будешь получать то, что ты хотела получать. Но отказаться имеется в виду, что они должны быть тебе не важны, потому что важно для тебя это чувствовать любовь и радость и энергию. Вот туда надо направить все свое внимание, а не так, что вот сегодня, блин, весь уработаюсь в хлам, да, чтобы потом получить деньги и, наконец-то, отдохнуть. Так не получится. Вот с этим и самое сложное, что надо, как ты говоришь, убрать привязку ума к результату конечному, расслабить ум, отпустить ситуацию, перевести свою внешнюю направленность на внутреннее состояние чувства, начать получать удовольствие от того состояния, в котором находишься, при этом при всем чувствовать все эти чувства и получать удовольствие от процесса. Все это заебись, но это надо сделать. Вот вопрос, как это физически? Потому что сейчас, чтобы мозг убрать от направленности по результату, я уже все... что помимо того, что это осознать, вот сейчас я сегодня переслушал там вторую часть заново, вчера переслушивал там то, что мы записали, я каждый раз переслушиваю, даже поминутно могу сказать, где что находится, какой ответ, где стоит. Поминутно. Да, но это не проваливается далеко, глубоко, но оно как бы на уровне где-то вот здесь, вот здесь вот до желудка еще не дошло. Вот тут вот стоит. Еще раз, еще раз вопрос, смотри, это самое страшное мне сейчас сказать, то, что я сейчас скажу, это мне очень страшно сказать, потому что в понедельник, вторник у меня ключевой день, у меня сейчас дикое напряжение, у меня сейчас скомкана вся история, но головой я понимаю, что мне нужно сейчас расслабиться, получать, чувствовать удовольствие. Я сегодня целый день пытаюсь сделать так, чтобы я просто расслабился и просто получал удовольствие от того, я пытался найти удовольствие от процесса. Ну, как пытался, я его нашел. И я как бы, я в голове проворачивал и выписывал процесс, от который я получаю удовольствие. Допустим, там подбор проектов, реализация проектов, переговорный процесс. И я это все записал, даже просто на отдельной бумажке, вот после того, как я прослушаю слово эйфория, я переложил, а от какого процесса я получаю удовольствие. Вот чтобы я, мне было кайфово. Я написал эти процессы по каждому пункту. Я думаю, окей, а как переместить внимание сейчас, то есть не отказываться от этого, а просто переместить, убрать оттуда внимание на текущий момент. И просто здесь сейчас, в этих, скажем так, ну то есть, как и было сказано, вот это состояние эйфории, вот это состояние, ну пускай будет слово эйфория, оно лучше всего подходит, вот это состояние эйфории, его сейчас, ну неправильно сказать, лозный генерал, нет, проживать его сейчас, чтобы оно, ну как сказать, запустилось, я не знаю, как это сказать по-русски, чтобы сейчас было, вот сейчас, ну как сказать, чувствовать это состояние. Вот и все. То есть я пытался это практически сделать, а не просто поговорить. Мальчики так устроены, мы сразу делаем практически, мгновенно. Поняли? Поняли? Вот когда эту первую ступеньку проживешь, потом пойдешь на вторую, и поймешь, что эйфория, нахождение кайфа в процессе, это тоже не работает. Но только после того, как ты это поработаешь, пройдешь, поищешь, только потом можно говорить о второй ступеньке. Потому что наслаждение просто есть. Ну вот смотри, когда в тебе есть вот эта эйфория, твоя собственная, просто от того, что я есть, и все. Соответственно, любой процесс это эйфория. Ну что ты не делал, ты есть, и все. Вот я делаю это, делаю то, соплей жую вот, сижу, стою, свистю, что угодно делают. И там находить уже ничего не придется. Потому что это естественно. Полюбить надо жизнь свою. Просто жизнь полюбить. Мне сегодня задали вопрос. Нелли, а как дать себе душевный комфорт, посмотрев вторую часть? Я говорю, ну ебать, ну может мне еще это, воздухом за вас подышать? Ну реально. Я, понимаете, могу сказать причины. Вот мы с тобой переводим твой текст. Мы взяли, написали, чтобы всем было понятно. Человек описал ситуацию, которая с ним происходит там в сделке. Что делают люди? Что они говорят? Что он говорит? Как они вот это, вот все совершается? Вот он пошел, отнес деньги, там банк выдал деньги, потом забрал, там образовался долг, потому что эти петрушки сказали так, на сделку не пришли, там или пришли. Мы просто взяли имена всех людей, поменяли на я. Банк поменяли, это мой банк энергии, мой кредит доверия себе, там что-то сделать, мои обещания и так далее. То есть каждое слово мы перевели на себя, на чувства. И читая это, мы вот нашли вот эти все ответы. Многие говорят, откуда ты что-то там знаешь? Мы просто переводим. Мне ничего знать не надо. Во время трансформации шаблонов приходит ответ, ну, касаемо каждого шаблона. Приходит ответ на любой вопрос. Это потому что есть специальный алгоритм работы. Так, дальше. Как дать себе чувство вот этого? Ну, во-первых, посвятить всю свою жизнь на поиск любви, счастья и радости. Все. Это единственное, что должно волновать каждого человека. Больше ничего не должно волновать. Это первое. Второе. Я изобрела разные способы, которые быстро приводят к этим чувствам путем трансформации шаблонов. Когда можно хотя бы понять, что в чем суть чувства, да, что это вообще такое. И оно перестает тебе это чувство беспокоить. Оно становится тобой и встраивается естественным образом. Вот. Через шаблоны можно поработать с чувствами. Это нужно время, долгий процесс. Сколько надо принять в себе в целостность этих отрицаемых частей, которые мы ненавидим. Вот. И они как раз-таки и составят вот это счастье, которое нам не хватает. Но опять же, четкого алгоритма к жизни нету. Откуда может быть у жизни четкий алгоритм? Все просите, давай мне там пункт А, пункт Б, я там мужик. Мужики, ну реально, ну нету четких алгоритмов к природе, к жизни. Есть примерно общие переменные, которыми можно манипулировать и как-то подстраивать под свою счастливую, долгую жизнь, радостную. Вот. Но чтобы дать каждому четкий алгоритм, а вот все с завтрашнего дня я научаюсь любить. Это как девушка ко мне пришла на курс, а потом говорит, верните деньги после первого дня, даже еще ничего не начинала. Я-то думала, вы меня любви научите, а вы там типа наврали. Я говорю, ну чтобы научиться любви, это надо научиться, что такое любить. Это полюбить все свои части, которые ты отторгаешь. Так ты научишься любить. Хотя бы себя. Когда ты любишь себя, ты полюбишь и все остальное. Но, говорю, этого чувства любви в тебя нету, но ты должна к нему прийти через ум, потому что по-другому ты к нему не придешь. А надо с умом поработать, то есть с шаблонами своими, которые мешают тебе любить. На что она мне ответила, нет, нихуя. Я просто хочу утром проснуться и испытывать пожизненно до конца жизни до смерти и эйфорию и оргазм. Просто вот. Чтобы просто так на голову свалилось. Я знаю, что такое может быть. И если я в этом уверена, значит так и будет. Вот я проснусь, даже моги купаться вообще никак. Вот просто так. То есть ты с собой диалог должна какой-то провести. Ну как можно просто так, чтобы на тебя вот я вот утром просто проснусь и вот у меня все будет. Я в это верю, а вот вы там типа долго, трудно, тяжело. Это все фигня. Я хочу все и сразу. Я найду способ, чтобы вот просто взять и испытывать вот это чувство любви и эйфории, которые все стремятся и подняться там. Ну я не знаю, мне кажется, это с головой не в порядке у людей. То есть ты должен потратить свою жизнь. На что? Не переживать о сделках, а переживать о своей жизни. вот ты вот так вот переживай и будь напряженный. Блядь, где моя любовь, где мой рад, где мое счастье. Вот за это так переживай. Они вот за вот этой внешней мишурой. Будет сделки или не будет. Да не будет и по херу. Что с самого страшного случится? Да ничего. Причем самое интересное, ну придут эти деньги, ничего не изменится. Ты как лежал на диване, так и будешь лежать. Ну хорошо, покрасивеешь немножко там, что-нибудь переделаешь. Ну опять же, ничего не поменяется. Почему? Да потому. Да куча все поменяется. Вот видишь, как тебя ум уводит. Все поменяется, когда я там денежку потрачу, вложу. Что-то. Переделаю тело, переделаю зубы, переделаю там внешку, переделаю там, не знаю, машину, другую квартиру. Вот все поменяется. Чувств, как не было, любви и счастья, так и не будет. То есть, как и была неудовлетворенность, она так с тобой и останется. Ну не может она быть куплена за деньги, эта удовлетворенность. Не может. Ты будешь разочарован. Это я все понимаю. Не понимаешь. Подожди. Ты хочешь, чтобы я за две минуты вот так вот. То есть, неосознание есть. Мы уже третий месяц работаем. Ну а что, не за две минуты. Я никогда не думал, что вот так будет, как сказать, ну такая привязка, что ли, будет, как будет так. Но я понимаю, что эмоционально, как бы, ну вот так вот. И это же надо прожить, скажем так. Мне кажется, мне кажется, если бы это было возможно, я бы с радостью, просто с радостью бы приехала бы к тебе сейчас, поставила бы пистолет к виску твоему и сказала бы, что для тебя важнее сейчас, бабки или смерть? Ну, в смысле, бабки или смерть, сдохнуть или лежить. Да, я 99,9% сейчас буду стрелять. Может быть, там 1 или 0%, там 0,1%, да, будет осечка. Но будет осечка, это вот этот маленький шанс, если ты захочешь подумать о своей жизни, да, о любви к себе, там, о счастье, о радости. Ну, либо ты выбираешь деньги и я стреляю. Либо я выбираю жизнь из себя и ты не стреляешь. Ну, как бы да. Мне вот интересно, что тебе важнее будет, жизнь твоя или деньги опять? Ну, просто ты не понимаешь... Жизнь, потому что жизнь, ну, без жизни не будет всего остального. Конечно, я уберу жизнь. Не, ну, тут других вариантов просто нет. Выбираешь жизнь, конечно же. Просто ты сейчас не понимаешь. Вот в 90, наверное, мне кажется, за день до смерти все понимают вот это вот. Мне кажется так. Но всю остальную жизнь сожалеешь просрали. За 2 недели до смерти она уже знала, что произойдет. И когда за 2 недели до смерти она уже все знала, она сказала, кто не придет на похороны, кто не... Она за 2 недели сказала всем, что произойдет. И я думаю, что вот это прозрение, оно как бы за 2 недели тебе придет прозрение. Ты скажешь, что же я не жил, блин? Почему я не наслаждался этой жизнью? Почему я не любил? Сейчас меня не будет. Я закончусь. Все. Тебе не жалко просрать свою жизнь? Вот скажи мне. Жить это не значит, что ты живешь, ездишь там на Майбахе, там у тебя там хоромы, купил пол Дубая. Нет, это не вот в жизни, это вообще не связано с этим. Это просто вот рекламная картинка, которую кое-кто навешивает людям, как морковку, ослику впереди и привязали. И все овцы ведут и думают, что вот, блин, я буду счастлив, радостен, если вот все вот это вот у меня будет. Я сам вначале сказала ему с тобой поругались на этот счет. Да. Ты сказал, со мной не согласен и пиздец. И я тебе сказала, что я докажу тебе, что я говорю нормально и ты согласишься. Но принять ты этого не можешь все равно пока. И я не понимаю, почему, потому что обладать всеми ресурсами, которые тебе даны, ты можешь. Но только когда они у тебя просто вот захотел, воспользовался, не гнаться за ними. А когда вот ты просто живешь, кайфуешь, тогда тебе ресурс тебе даны будут. Да, ну не знаю, это объяснить.